Музыка Дети не любят рано вставать, но в это утро поднялись задолго до рассвета. Завтракать не стали, кинулись выполнять ответственное задание. Новогодние концерты и поздравления для воспитанников школы-интерната – дело привычное, а иногда рутинное. Но к поездке в дом престарелых они готовились почти как к полету в космос. Все хотели участвовать, все хотели съездить, посмотреть, как живут наши ветераны. Все старались, все ждали. Сегодня встали очень рано, готовились к этому празднику, наводили красоту, девочки косички плели. Они старенькие, уже у них все болит, поэтому я так думаю, что им очень тяжело ходить. Так обидно, что никто тебя в трудные минуты не может поддержать. То, что вот если хочешь, чтобы они тебя поддержали, то добивайся сам этого. Как тяжело и обидно жить одному, Сереже хорошо известно. Без родителей он остался с малых лет. С тех пор закончилось детство, а внутри поселилось болезненное чувство, обида на мать и ощущение ненужности. Заглушить его не удавалось никогда, несмотря на то, что вокруг всегда много людей. Совсем рядом с детским домом, в каких-то 15 минутах езды, находится еще один дом, где живет одиночество. В дома престарелых люди попадают по-разному. У кого-то не осталось близких, вторые стали ненужны родственникам, а роднее третьих некогда ухаживать за ними. Старикам не хватает домашнего тепла, уюта, общения. У них пропадает интерес к жизни, а вместе с ними и связь с реальностью. В первую очередь замыкают в себе, перестают разговаривать, перестают отвечать на вопросы. С Новым Годом! С Новым Годом поздравляю! С Новым Годом! С Новым Годом! Радости желаю! Не чихать и не болеть! Здоровье крепкое иметь! А на елке веселиться! И Дед Мороз занимается! С Новым Годом! Никогда бы не подумала, что Деду Морозу и Снегурочке старики обрадуются, как дети. Роли сказочных персонажей исполняли мои коллеги, корреспонденты Самара Гис. Нам всем в этот день пришлось пережить много незнакомых эмоций. Сильных. Неожиданно глубоких. Мороз, а помощь-то какие-то у меня хорошие! Внутри, конечно, много было эмоций. И тяжело их было сдерживать, чтобы они наружу не вышли. Не буду забывать о том, что даже простым каким-то стихотворением, простой улыбкой, простым приветствием, можно действительно очень много в жизни человека изменить и подарить ему там, может быть, желание жить. В актовом зале Дома престарелых собрались все, кто только мог передвигаться. Без зрения, на колясках, приковыляли, пришли. Пожилым людям нужны положительные эмоции, но их чаще всего лишены те, кого болезнь приковала к постели. Артисты не выступают отдельно для каждой палаты, но только не наши. В тот день без внимания не остался никто. С Новым Годом! Спасибо, спасибо, Дарья. Всего самого хорошего и здоровья, самое главное. Самая трогательная часть этой встречи началась после концерта. За чаем сложилась какая-то необыкновенно доверительная и теплая обстановка. Дети изо всех сил ухаживали за стариками, а те старались по голове погладить, подложить кусочек послаще, конфету повкуснее. Было ощущение, что каждый получал от такого общения что-то необходимое лично ему. У нас, у меня вот это, я без родителей, я сирота. Не расстраиваюсь, все будет хорошо. Не обижаю, это там главное. Ну, правда, далеко, далеко, на Чиеве, на Яблевске. Да их не вижу. А хочется посмотреть. А на нас, я посмотрю, как научат нас. Мы всегда рады, когда приходят к нам с концертами. Сейчас дети, они от чистой души как-то все это показывают. Мне нравится, когда дети вступают. Так рада. Смотрела, и как научат нас своих. Разговоры получились непростые, но важные. В этот день они учились сострадать, выражать любовь, помогать. Дети, не получившие родительской любви, забытые своей семьей, удивительно легко понимали стариков, которых также выкинули из жизни самые близкие. Верим Павлович, я вот хотела вас спросить. Вы, когда жили в своей семье, вас за что сюда вот отправили? Не за что, у меня все поумирали, и я за что. Я был маленьким, у меня родила все, мы жили с отцом. Да и в один прекрасный момент она ушла пить, и меня оставила одного. Не надо, мама, а что ты? Ну нет, почему не надо? Потому что за то, что она бьет, за то, что она меня сейчас обзывает в данные моменты, за то, что я когда к ней прихожу, она меня выгоняет. Нет. Это неправильно. Ну, я скажу ему, конечно, потихоньку, мама обижать не надо, она просто, она действительно мама. Вот. И потом он поймет, что нет, не надо, баба лежит. Нет. Я почему-то так рассуждаю, потому что у меня у самой детей не было, и я сына в месяц взяла в роддоме. И у меня вот он умер, мне так живо, жалко, что у меня сын умер. На обратном пути в автобусе ребята сидели непривычно тихие. Мне показалось, они прислушиваются к тому новому чувству, которое поселилось в их сердцах. А наши бабушки и дедушки неожиданно для себя в этот день обрели новых внуков и внучек. Когда я туда поехала, мне было жалко вот этих старичков всех. Вот когда я увидела этого старичка, который был с закрытыми глазами. Я сначала думала, что, ну, просто присел. А мне просто жалко их всех было. Я хотела подойти, обнять их, поразговаривать с ними о чем-нибудь таком. Очень значимо, что этот проект начал реализовываться именно под Новый год. Волею судеб дети оказались на новогодние праздники в образовательном учреждении. И, к сожалению, некому пойти. То же самое происходит в пансионате. И для каждого из них, и для маленьких детей, и для взрослых. Это настоящее чудо, это настоящий праздник, что они провели его вместе. Новый проект, который вместе с Чапаевской школой-интернатом мы начали в этот день, мы назвали «Два одиночества». Но он не про грусть. Если сложить два одиночества вместе, получится радость, общение и дружба. В эту поездку дети не просто повеселились и получили подарки. Они погрузились в серьезные вещи, в заботу, в рассказы о чужом горе и о том, что можно приносить кому-то радость. Я считаю, что вот такая связь поколения, она нужна. Обязательно, чтобы наши пожилые люди могли бы даже вот иногда пожилому человеку выговориться, рассказать что-то, посоветовать этому ребенку. Это здорово. Я думаю, что человек, который отдает что-то другому, он потом эту энергию, это тепло, эту любовь получает как-то из ней. Я не знаю, это может быть закон сохранения энергии. И несмотря на то, что, казалось бы, он сам обделен чем-то, те же дети, те же старики, которые здесь живут, я думаю, что при вот этом обмене каждый из них будет наполняться чем-то внутренним, каким-то ресурсом. Любой ребенок в детском доме живет с огромным горем внутри. Да, он может вырасти умным и талантливым, но вероятнее всего не будет добрым, отзывчивым и сочувствующим. Вне семьи он не сможет строить теплые семейные отношения, сколько бы ему не рассказывали об этом воспитатели. Я думаю, что эта первая встреча надолго останется у них в памяти, потому что таких встреч у нас еще не проводили мы. И поэтому какую-то частичку своего сердца они оставили, я думаю, что в сердцах взрослых людей. И частичку их оставили в своих сердцах. Не хочется рассматривать эту идею как разовую акцию. Ведь то, что мы видели в глазах детей и стариков в тот день, наполняет надеждой. В мире приумножается добро. Если в дальнейшем, я надеюсь, что у нас продолжится встреча в такой душевной обстановке, ну, может, кто-то из стариков почувствует себя нужным. В этом рождественском проекте вместе с нами участвовали десятки наших телезрителей. Две недели к нам в студию несли посылки. В дом престарелых уехала целая машина необходимых дедушкам и бабушкам вещей. И если есть сострадание, значит, есть вера и есть надежда. Может быть, эти старики и дети для того так живут, чтобы доказать нам это? Чтобы одни, соприкасаясь с другими, менялись. И те, кому помогают, и те, кто помогают.